это вот железная дорога недалеко а это вот кусты где мы были не могли пройти машина он едет но она за ними там дорога в объезд маленький вот здесь мы были вот на этом бугре слева за кустом как раз заимка редькинов было где мы были и пошли тут вода вот отсюда мы ушли вы туда к столбам объехали вокруг ну и вот сейчас с этой стороны остановились вот тут была плотина ну ну размыло уже ничего нету 80 лет назад вода тут каждый год включат мы могли бы он туда проехать вон туда и там с той стороны найти перейти без воды так мы перешли в этом дороге то нету я говорю давай с этой стороны стопроцентная гарантия что тут дорогах ну вот и что впереди было мы показали а вот дальше я покажу как это было раньше меняется в природе даже все вот я те страны этот колодчик а то и с той стороны плохо видно было а здесь видно вот здесь небольшой отрожек и мы тут когда отец выкопал колодчик этот глубокий а как мы туда доставали оттуда сейчас не могу сказать я помню только он узенький как раз по размеру тела человеческого вот руку мог туда сунуть подчеркнуть и как-то одной рукой выползал оттуда вываливала опять туда или я у него чашку из грязи принимал тут вот тут ложок вот его оттуда не видно было вот он и здесь росла березка и они эту березки он туда переместились вот в этом рожке в самом там где-то начале он выкопал колодчик когда все пастухи стали знать тихонов колодчик их взял как сделал не важно вот у него дождевик был объягнется корова овечка он его возьмет то сюда мне шайбу нашел володя на дороге может кто-то господи благослови чужую потерю не радуйся найдешь а вон трактор видно нет тебя идет на деревьях не видно да видно сколько всего воспоминаний вот это флажок он самый березка раз на фото повыше 2 даже кажется или даже 3 мы на них лазили небольшие тоненькие а тут колодчик было там дальше на той стороне два столбушка межевых вот такие меточки это меточки для души никто тебя не трогать целый день размышляешь размышления то были евангелие не считали ограниченный круг но красоте божией всегда делились и все как-то было тихо отец про эту жизнь рассказывал как пришли эти аглоеды аглоеда он звал их и все разграбили а потом все взяли их там они сами там воровать начали в тюрьме их убили там запинали подохли все это я живу у него поговорка была не как подохли а я живу наши тоже все бросили бежали на производство как они говорили где-то в казахстане скрывались и оттуда вернулись вернулись а уже затихла набор кончился в гулаг пополнился полностью еще поехали опять из поля как тут коп на собирается вместе сдвигает а потом будут продавать кого каких местах нету где казахстан или кто-то законная добыча а вон там пыль то идет это уже кабаев игорь выехал барабаш как ты посмотри на это деревья вот этой поляне особенно ягодная поляна вот мы как-то здесь пошли не знаю по ягодам или что-то а вот здесь лесок охорщинский вон там вот где были мы дальше у них телят спасут мы подошли а тут убито 6 или 8 телят большие быки требуха одна вот так а кто будет искать кому это на суде божьем только откроется а вот 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 я даже и не помню береза не облетела это означает еще будет стоять погода а 14 октября покров считается что я покрыл землю как мне одна сестра говорит я родилась а мама говорит ночью прошел снег все было покрыто вот так а вот здесь дорога влево поворачивает вот сюда дорога шла потеряет она заросла мы бы если пошли сюда мы бы на нее вышли но ее может там и не видно на похоже поездили маленького а вот этой вокруг дороги мы не знали и не было вот она где была в объезд это чтобы через андриашин лох не едет там и не проедешь никогда и как все умного здесь много очень ягоды на это это поляна вот это вот и сюда дальше он где скошен вот тут мы пошли тут я в вагоне в этом пульмы не застрял да велика земля русская некоторые тайги приспособились в горах а мы выросли в полях насколько глаз хватает вот это это полах это их не было а когда начались начались пыльные бури миллионы говорит не тысячи а миллионы говорит кто земли правда не правда по что-то туда заезжал вот это вот это как правило лес валят воруют рыбы как правило заезжают один раз я зашел 70 молодых березок вот такие вот свалили ну поляна я писал ну да это солдаты кто-то сказал солдаты были на уборке их уже нету ну и все на этом этот ворон ворон у глаз не выпьет первое дело где-то прореживается или что-то а вот сучок растет так в сторону видишь как вот это считается очень ценное когда у яблони так прямо в сторону его не отломите нельзя ничего все дерево сут проходит мы подъезжаем если власти нет уже для для дороги не будет она зарастет травой определитель очень хороший железной дороги вот транспорт работает значит власть есть какая она есть что-липийский хоккейский каждый это своими камня но на наши дела-то это власть еще терпим а будет ли терпим а я не говорю выбор но у меня разворачивался дорог ну уго-호 уго-го-го договор Здорово! Здесь какие-то каменные? Здорово! Поле-то, что такое-то каменные? Вот какую машину, видите? Которая ехала, машина. Это вот здесь вот, сейчас увидим, там дорога туда отходит. Это дорога туда же, от претвления наёк. Наверное, он с дателем пустил. Вот она, наверное. Вот она пошла по щелку. Вот она. Вот она. Вот она. У нас в деревне государственная школа. Государственная. Он терял польщинской школы как-то. Ну, мало детей. Вот уехали, выросли. После восьмого класса учатся в городе. И сейчас в университетах. Вот сейчас два домика. У барабажа от боя закончили. Медицинский и государственный технический университет. Строительный факультет Терентия. Это он на комбайне. Вернулся домой. Вот как раз вопрос и поставили. Когда дети вырастают, уезжают. И где-то они живут. А потом возвращаются. Им надо подавать заявление или не надо? Надо. Чтобы они знали устав, который забыли. Пообещали в письменном виде, что будут соблюдать его. Ну и все остальное. А то у нас так некоторые хорошие. Все. Борода в город поехал. Кого-то боится сбрил. С оглашенными стоит. И вот начинают. А разве можно, если один прислал? Какие оглашенные? Сейчас нет оглашенных. Он правильно говорит. Нет. Он просто разбойник и никого не оглашает. Рукоположен раньше времени. Это стопроцентная гарантия. По канонам он никто. То есть муляж. Выдумка. Каноны, правила забросили. А мы православные. А на чем православие? На свечках? Патриарх Кирилл назвал эти жезлы там украшают. Инокинь. Не инокинь. Инокинь. Или даже как называют? Игумени. Вот как. Игумены. Погревушки. Чтобы убрали их. Чтобы убрали их. Первым делом, вернувшись домой, взяли себе деревянные жезлы. Вот и наконец-то увидели, что погремушками занимаемся. Ну вот так Господь провел нас проехать этим боком. Поэтому ему не нужно в обозере. Мы его не закончили, потому что драгвайн не нашли. Если драгвайн нашли бы, мы бы углубили его еще метра на три. Это не пруд, а это из маленькой бочежинки. Ну, болотце так назовем, лесное. Решили сделать настоящее озеро. Небольшое озеро. Красивейшее. Ну, не всегда по-нашему. Теперь ровное место. Если будет возможность, сухое лето, найдем такой экскаватор драгвайн. Он на тросе забрасывает по кубометру все. Ну и нанять его. Ну, в течении двух недель углубить его метра на три. Вот это можно сделать. Но нынче никак не могли достать. Работа не окончена, не по нашей линии. Работа идет. А вот как вновь даться. Возвращение это едет. И он надумал переезжать. Застрахованный. Зайнудинов. Фамилия его Акатарина или кто? Жена. Твой ребятишек. Выехать выехал, а приехать не приехал. Звонить узнали позже. Пошли собирать ягоды кто-то и нашли возле дороги лежит там. В лесу вниз. Говорят, какие-то малолетки его столкнули. Малолетки. Но кто-то из них сказал, будто бы, что он живой еще. И он может рассказать. И они, говорит, вернулись сюда, нашли его и дорезали. Ну, действительно так или нет, не знаю. Остались у него Анфир и Сергей. А жена вышла за Горбулова Женю. Ну, неудачно так вот пить начал ведь. Их попросили выехать отсюда. Да, они уехали куда-то. Переть Новосибирской области. Такой мастеровой парень. Родняк какой-то племянник. Потеряевым природным. На земле. Нима нягодных мест. Тут налево, на дорогах потеряю. Вот возле. Нима, большая. О, нигла. Сейчас не знаю как это. Несколько лет назад было. Вот она видит, как подъезжает, дорога туда пошла. Да мы можем туда и повернуть. Тут мы уже ездили. Давай повернем. Ой, подожди, нет, нет. Кто-то не видит дороги совсем. Не видно дороги, то заросла. Ну нет, это значит, вот здесь вот застрял трассер, когда везде. Смотри, тут дорога столько просыпана. Да. Вот дорога где-то, вот она вокруг. А тут видишь, какая усабельность. Вот они тут разъезжили. Их выдали из деревьев. Приехал, наверное, встать с высокими, какой здоровый трассер такой. Я их встречал здесь. Нам надо еще работу какую, Володя, проделать. пройти здесь и посмотреть, как вода идет. Где она идет? Вот здесь она, сейчас посмотрим, где она весной идет. Чтобы в наше озеро-то оно могло попасть. Вот это противопожарные возведения и делаем так. Так что дорога туда идет, так она потеряется. Вот эта дорога потеряется. центральная, центральная дорога. Творщина. Творщина. А отворщина, аспальтная, выходит уже, ну, на Барнауку, Лунда. Вот здесь корни, если корни боком и сыра, колесо не едет прямо, а прямо подрезывается. Опасно, тут можно упасть. Вот здесь под железной дорогой проложена, вот тут вода выпекает. Канал, тоннель, вот он где, вот я проезжаю сейчас, вот здесь мы перехлестываем и дальше идет как раз к нашему выводу. Вот все. Мы проезжаем. Это у нас потеряется, где-то, 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 где-то. Сейчас, похоже, после Жеи, видите, что сейчас проезжаем и мимо пасть, на входная свадьбика была. Тут работала одно время, тут, я не знаю, тут, видимо, Эрвик Яков Селасьянович, немец, работал, а потом вот идет подалез Шахстабидов Геннадий Павлович, его мама, Ксения Михайловна. Ну, у него жена теперь тоже пасечник, Галина Алексеевна. Вот здесь вот белки, березка, но теперь какие-какие березы. И вот здесь стояла пасека. Как начальство какое, тут все едут, все вкормят, вкормят. Вот слева. Это пасек. Это фермеры. Вот это потеряешь. А вот это прямо потеряешь. Непосредственно. Мы потеряем только с этой станции. А выехали из вагеря. Это рабаша. Не поваленная еще. Грещиха. Грещиха-то какая-то. Грещиха-то. Грещиха-то вообще все. Вот здесь земли. Здесь хвостик. Основной лес это береза. Береза и вот осина, похожая на тополь. Прекрасное дерево. Наговаривает, что на нем Иуда повесил. Стоял. Он умер. Он умер. Он умер. Он умер. Он умер. Вот. Он умер. Он умер. Он умер. Он умер, он умер. Он умер. Алексеев говорит. Иосиф. Ой. Еосифа. Да. Еосифа. Мы приехали вот от пустелостной ямы. Мы решили свалку от деревни подальше. Химия, чтобы попадала вода. А у лагеря-то какая химия? У нас ничего там и нет. Там дерево в плита попало, что выкинуть нельзя. Надо сделать исключение. У нас нет техники, ты не резко туда не привезешь. Поверьте, как у нас. Они учитываются, давайте. Вот уже мы с водой подъезжаем к южному. К нашему подъезду. Ну, проехать не может не так. Посмотри. Нет никакой пасовский. Пасовский. Пограждение такое. Тут крот появился. Крот, все, все пальчики испортит. Я вам говорю, что мы можем улететь красиво. Опа. Ну, давай. Вот соколок пролетел. Да, нормально, нормально. Ладно, давайте. Вот он. Вот, который торчит, это последний он выдавливает землю. Это большие, как маленький котенок. Вот такие. Попробуй прокатить. Он пошел дальше. Вот сколько. Это на Женину. Ну, его сливок-то, наверное, неохота отдавать. А то бы я его поймал. Я поймал бы и показал ему. Я их ловил. Когда потеряется, началась ровно 50 штук поймал. Всю окрестность очистил. Тогда говорили, нет, это не сделать. Что не сделать, это делать будем. Ну, вот так. Это озеро. Доехали мы. А там озеро уже растет, что-то. Уже травеньки пороцают. Значит, корни не выдраны, трава растет. Вот так. Потребился Владимир Иванович. Вот там два прохода. Здесь надо, если бы откуда-то была, то завалить. Если будем поднимать, то лесом надо заделать. Соломой. Солома привезенная. Ну, вот у нас все здесь целое. Пожалуйста. Ну-ка, прогляди. Я уж не пойду. С той стороны ни одна корова не зайдет. То есть там негде идти. Целое? Да. А? Целое, целое. Бог милует. Господи, помилуй, спаси. Да благослови Господи. Помилуй. Видите, какой сделанный здесь заплод. Как писал, это я шкурил. Моя работа. Шкурил я. Копал здесь Виталий, Калиников. Тут ставили вместе. Я держал, он прибивал. А ребята тут, Никита и Володя. Сеть дружно работает. Смотри, какую глубину. Была-то как. Тут что сравнивать? Это место будет наполнено. Около метра вода будет. А так-то бы драглайн, если бы был. Он сейчас вот здесь ехал. Поэтому стал бы на этом расстоянии наполовину так. Оттуда бы брал до сих пор и пятился. И так, чтобы ему можно было ковш с таком расстоянии вываливать сюда. И вываливал бы сюда, прямо на трассу и дальше. И так вокруг прошел. А посередине это можно выкидывать с перекидкой. С перекидкой. Вот он стал бы здесь из центра-то на 10 метров, 10-20. Ну и тут так же самое. Но ничего этого нет у нас. Трактор не могли найти, где-то и нашли, но очень далеко. Смотри, сколько он разглаживал, пахал. Вообще замечательный такой бульдозерист. Вот последний, вон где он делал, откуда поехал. Последний след его. И вот это он тут просто лежал столбом. Давил, и так стенка была. А теперь он ее сделал. Вон поезд идет, видно? Да. Гляди, как хорошо видно. Но тут электрик, это... Пассажирский вроде бы. Ой, вот половина. Вот здесь полностью все. Два проезда через клен. Здесь одни березки. Вон до тех пор и дальше осинник идет. Вот осинник начнет, здесь огнем будет все полыхать. Видите, как он высоко осины-то засыпил, завалил. Они упадут. Мы там складывали, складывали лес высоко. Много, много здесь. Я сейчас не знаю, 160 или сколько деревьев выросло на этом месте. Убрать пришлось. Я говорю, как, ребята, надо переносить. А потом позвал их. Он засыпел их и даже не глядя, куда-то в лес утащил. Сдвинул все, которые мы накладывали-то. Пойдем. Вот, посмотри, как дерево такое. Вот так туда особо не глядя. Даже здесь... Подойди. Гречка. Это дерево, думаешь, что там... Это гречка. А? Гречка. Гречка выросла. Гречка. Гречка? Да. Вот не думал. Вот видишь, как дерево какое-то. А ты пилил? Да я... Сколько сучков. Это твоя работа. Не помню. Здесь нельзя было подойти. Вся дамба была завалена. Вон где какие бревна убрали. Сучки отпиливали, отпиливали. И береза, какая сила. Вот наклоненная. Вот она, где у нее корень. Вот, посмотри. И она наклоненная тяжесть. Здесь не однотонна. А вот если сейчас отпилить ее и дать задание. Ну, какими-нибудь шурупами ее прикрепить, чтобы она опять росла. Не в жизни сделать. А она наклонилась, и она нигде в землю не упирается. Сучки эти засохшие, никакой роли не имеют. Она сама по себе такая. На ней больше. Вот она какой сучок. А там деревья-то какие. Это больше обхвата человека двоим надо. Красивейшие места. Вот здесь проход был. Я его попросил разгладить. Побрать. Здесь вообще низинка была. А отсюда может идти здесь, ой, вода. Она пойдет сюда. Вот. Вот она. Наша траншея-то. Да. Ну, все завалил, он затоптал. Солому привозили. Тут немножко она потребовалась. Я этот кусок мог бы убрать, но я подумал, подумал, не буду убирать. Он бы его столкнул, даже не вырезая. Деревня наша на низу. Сейчас мы вот это объезжаем и заезжаем в деревню. Можешь до деревни снять. Деревня наша на низу. Ну, как она вся такая. Сколько здесь ее растет. Это гречка. Вот здесь он ее не протравливал. Вот она вся какая. А там вот эта. А вот здесь жили почки. Вот она идет. Самые ветры. Послушные. Всякое и хорошее дело творили. Саманные стеды остались. Больше 50 лет стоят и не размахают. Солома длинная. Какая крепость. Иван Ильич жил. Дальше окрошка не было. Вот окрошек. В этой стороне. Вон наш лагерь отсюда, видать. Бывший лагерь. Традиный лагерь. Лагеря больше нет. Он мотивирован. Это невозможность. Обстановка. По-другому нельзя это понимать. Если поставлена задача, никогда не выполнить требования. Какие они как-то. Покупаться нельзя. Они там где-то исследуют. А я там. Откуда она. Дальдена там палочка или найдена. Написали палочку. Покупаться нельзя. Еда. Едят. Есть нельзя. Ну и еще дальше. Дальше ничего нет. Значит искать надо на бой войны. Вон туда. За Иосифом пройдет. За Иосифом. Туда дальше пойдет. И там Еремия за рулем. Кто? Вот здесь вот. Снимай. Это школьник. Возит от комбайна. Терентьев комбайна. Барабаша дети. Саша. Вон он погнал. Видишь как. Сидеть тут некто. Ну 15-летний грузовую машину. Где кто водит? Много или? Он идет. С какой скоростью? Тихонький, спокойный. И Еремия. В народе зовут Ермак. На территории деревни. Смотрите. Курить запрещают. Улица Мария Ласкер. Номер 21. Рядом его сестра строится. И Алексей строится. Ну и все затормотилось. Потому что нанятые обманули. Все похитили. И милиция, и прокуратура пока никакого действия не проявили, чтобы помочь. Это вот извлека дом Павла Лапкина. Приезжал недавно. Мы утешали его. Начал пить. И тут какие-то болезни. Вот. Вот эта дорога идет в лагерь. Вот у нас. Вот там что у нас есть. Вон она маленькая подстанция. Это впереди, вот слева. Это моя резиденция. Творечник. Так и называется. Творечник. А там голубятни. Голуби. А это ничто не будет. Это не какие-то там трактора, комбайны. Голуби. Это, говорит, слабость Игнатия. Голуби. Какая же это слабость? Это наоборот сила. А вот вторая голубятня там больше. Вот. Это Владимир Пащенко. Вот он как раз снимает сейчас. Посуда покажи. Это вот домик Надежды Васильевны. Вон она стоит около волосы этого. Витя. Витя под машиной там. Нашу газельку ремонтирует. А одному мать проводит сына и говорит. Эй! Где ты там? Показывает. Он под машиной лежит и говорит. Это твой папа. Он тут живет. Папа живет тут в гараже. Привет! Вон он, Виктор Андреевич. Николаевич. Давай сюда. Мы пойдем к тебе в гости? Да как хотите. А? Как хотите. Ну ладно, мы придем сейчас. Сегодня я хочу, чтобы печку затопили. Ты постряпал здесь, на новом доме. Угу. Покажи мои голубей. Пойдем сюда. Закончим голубями. Да, я подержу. На виде поближе. Покажи голубей. Голуби. Это не какие-то там слоны, коты. Голуби. Голуби. Ах. Стоят. Пять штук. Ну и тут, наверное, осталось штук 15. Все время выходят все убирать. Плодятся быстро. И тут же дикари есть. Там же воробушки. Вот это провода идут. Они ниже. Столб пониже маленько. 9,60 до крыши. 9 метров 60 сантиметров. Ну и все. Сколько время-то? Надо посмотреть. Может Никиту встречать надо? Да он уже все прошел. Уже 25 минут второго. Второго. Пошли обедать. Хорошо проехали. Давай мне я пойду подзарядку поставлю. Ладно. Все на этом. Хорошо. Хорошо.